Совещание с главами структурных подразделений Нур-Отана провел сегодня председатель партии Нур-Султан Назарбаев. Курс на улучшение жизни людей, взятый политобъединением, будет продолжен, а выполнение всех инициатив, выдвинутых первым президентом на 18-м съезде партии, будет под контролем. Но запомнилось это совещание еще одним историческим событием. Айгуля Дилова расскажет подробности. Нур-Отан – крупнейшая в стране партия и, пожалуй, самая влиятельная политическая сила. Как известно, любые экономические достижения и геополитические победы не имеют большой ценности и значения, если не ведут к росту благосостояния каждого человека. Эта формула в центре внимания правящей партии, председателем которой был и остается Нур-Султан Назарбаев. Еще на февральском съезде перед партией поставлены 10 целей десятилетия, которые открывают широкие горизонты стратегического видения и определяют основные контуры развития общества и государства. В годы незамечественности мы вместе продали немалую работу. Партия Нур-Отан утвердилась как ведущая политическая сила и вынесла свой огромный вклад в становление современного Казахстана. Она концентрировала вокруг себя идеи реформ, прогресса, гражданское участие и общественная стабильность, единство и согласие нашего народа стало главным и в будущем тоже именно это будет помогать развитию. Нашими приоритетами всегда были и остаются обеспечение достойного уровня жизни граждан, развития Казахстана как социально ориентированного государства. Партия представляет интересы всех слоев населения и выступает в качестве ключевого связующего звена между гражданами и государством. Сегодня на первый план выходят вопросы эффективности действующих государственных программ, в том числе и в социальной сфере. Первостепенная задача – сохранить спокойствие в стране. Во-вторых, развивать экономику, в частности, уйти от сырьевой зависимости, сделав акцент на перерабатывающую промышленность. В-третьих, создать хорошую социальную базу для поддержки граждан, в том числе в сфере образования у нас есть 4-5 направлений. Мы будем придерживаться этого курса и в будущем. Многое сделано для улучшения качества жизни казахстанцев. И, что самое важное, уделяется особое внимание молодежи. Мы будем продолжать эту работу. Перед страной сегодня стоят важные стратегические задачи. В Казахстане произошли очень серьезные политические изменения. Сейчас главная неизменность внешнеполитического курса, благодаря которому удалось создать сильное, суверенное государство. Сегодня нам придется мобилизовать еще раз все свои силы на то, чтобы провести политическую кампанию, которой нам предстоит. Вчера президент Хасамжи Марат Кемедович Тухаев подписал указ о проведении досрочных выборов президента Республики Казахстан. Он воспользуется законным правом. Досрочные выборы необходимы для дальнейшего укрепления и легитимной власти обеспечения стабильности в стране. Главная задача заключается обеспечение спокойного транзита власти. Это наша опять казахстанская инновация. Я уверен, что народ меня понимает и народ знает, как я работал, что я делал. И в дальнейшем все делаю для того, чтобы в стране было спокойно, страна развивалась, жизнь улучшалась. Важно обеспечить преемственность моего курса на укрепление нашей независимости, модернизация общества. И все это вкупе направлено на то, чтобы обеспечить благосостояние наших граждан. Партия Нур-Атан должна и будет принимать самое активное участие в предстоящей избирательной кампании. Нам нужно провести съезд партии, на котором следует выдвинуть кандидатуру в президенты страны от нашей партии. Мы это сделаем. Нур-Султан Азарбаев акцентировал внимание на необходимости проведения выборов в полном соответствии с законодательством страны и соблюдением всех демократических норм и процедур. Аппарат партии должен оперативно провести всю необходимую работу по подготовке съезда. После выдвижения, которое мы сделаем, надо организовать работу общественного избирательного штаба кандидата от нашей партии. Этой работой займется мой первый заместитель Мавлен Ашимбаев. Выборы должны, конечно, пройти в полном соответствии с законодательством нашей страны, соблюдением всех демократических норм и процедур. При этом призывая всех участников будущей избирательной кампании действовать в правовом поле, соблюдая базовые принципы политической конкуренции. Казахстан будет четко следовать курсу построения правового демократического государства, и мы это будем делать. Первый президент Казахстана указал на важность оперативной и слаженной работы центрального аппарата и филиалов партии. Центральный аппарат и филиалы готовы незамедлительно включиться в работу по исполнению ваших сегодняшних поручений. Мы, безусловно, поддерживаем проведение внеочередных президентских выборов. Это необходимо для укрепления стабильности власти и обеспечения единства в стране. В этой связи аппарат партии в соответствии с вашим поручением приступает к подготовке внеочередного съезда партии. Хочу вас заверить, что съезд будет подготовлен на высоком организационном и содержательном уровне. В ближайшие дни будут проведены собрания первичных организаций и партийные конференции во всех филиалах по избранию делегатов съезда. И в течение недели, Настал Абишевич, мы всю эту работу завершим. На партии Нур-Отан лежит большая ответственность обеспечить преемственность выбранного политического курса и выполнение всех обозначенных Ельбасе стратегических задач. В предстоящий период партия должна организовать работу по следующим направлениям. Главное, конечно, это принять активное участие предвыборной кампании. Это проведение внеочередного съезда, большая работа, организация работы общественного избирательного штаба. Все это потребует оперативной, слаженной работы центрального аппарата и оригинальных филиалов. Должны подключиться первичные организации все. На партии лежит большая ответственность обеспечить преемственность выбранного нами политического курса и реализации всех обозначенных мною стратегических задач. Мы с вами сделали очень многое и спокойно передали эстафету следующему поколению. Это поколение должно следовать стратегическому курсу, который мы проложили. Именно в этом заключается стабильность, в этом заключается развитие. Партия Нур-Отан стала главным локомотивом модернизации Казахстана. Поэтому все поставленные задачи должны быть решены в полном объеме. В частности, необходимо реализовать четыре партийных проекта. По поручению Нур-Султана Назарбаева, Нур-Отан активно включился в решение повседневных вопросов населения. Проект «Халка Кумек» позволяет оперативно всесторонне реагировать на проблемы населения. Сегодня работают 234 социальных окна, в которые может обратиться каждый казахстанец. Все, без исключения обращения, рассматриваются по принципу «здесь и сейчас». Вот у нас интерактивный связь с региональными партийными блоками есть. Здесь что? Да, вся связь. Обращения по принципу «здесь и сейчас» встречаются. Рекомендации. Сразу здесь и госорганы, здесь и представители бизнеса, здесь и НПО. Сразу, что все вопросы многодетных семей, неполных семей, там каких-то других. 7400 после съезда поступило обращение и просе. Из них 40% сразу решены на месте. То есть через акиматы, через бизнес. Общенациональный проект БАХАТЭ УОТБАСА направлен на всестороннюю поддержку многодетных и малообеспеченных семей. Мы определили три задачи. Социально-экономические меры, правовая защита и укрепление института семьи. Совместно с центральными государственными органами разработана единая дорожная карта. Приняты индикаторы на 2019 год. Согласно этим индикаторам адресную социальную помощь в этом году получат более 800 тысяч человек. Обучение придет более 68 тысяч человек. 14 тысяч человек получат микрокредиты, 4 тысяч человек будут выданы каранты. Партия на ежедневной основе мониторит исполнение данных индикаторов и контролирует процессы. Казахстанские села превратить точки роста и устойчивого развития позволит проект АУЛ Ельбисага. Вот продолжать надо. АУЛ МАКРУХТЫГА, где есть бизнесменов. Продолжать. Мы же много сделаем. Да, много делаем. А проект Коттамикен контролирует развитие инженерной и социальной инфраструктуры в регионах. Это и есть честный и открытый диалог с народом, когда делается все возможное для улучшения его благосостояния и качества жизни. На съезде мы приняли программу партии до 2030 года. Нужно утвердить конкретный план мероприятий по реализации и начинать работу. Партия должна стать ключевым фактором подготовки кадров, источником кадров, системой государственного управления. Как правящая партия, Нур-Утан имеет право выдвигать своих членов на ответственные позиции в системе государственной службы. Для этого до 1 сентября надо сформировать республиканский кадровый резерв партии, вынести его мне на рассмотрение. И вместе с правительством и президентом мы определимся, как эту работу проводить. Надо продолжить готовить достойные кадры на оригинальном уровне для включения в резерв кандидаты депутаты Маслихата. Перед секретариатом Ассамблеи народа я поставил конкретные задачи. В конце месяца проведем сессию Ассамблеи и те же задачи будем там ставить. Совершенствовать дальше деятельность в сфере межнациональных отношений – наш главный ориентир. Нур-Утан должен стать главным институтом разъяснения сути моей политики, которую мы проводили. О том, что политика Ельбаса была правильной, стратегически выверенной, с упором на повышение благосостояния людей, показывает время и, безусловно, результаты. Ведь даже не в самые простые времена государство социальным обязательствам уделяло повышенное внимание. Ежегодно с момента обретения независимости социальный бюджет увеличивался, а значит, повышался уровень жизни людей. И ведь такой шаг сегодня может позволить себе не каждая страна, где делается все для достижения общей цели строительства сильного и крепкого государства. Айгуля Дилова, Айдос, Серик Полула. При поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня.